Привет! Хотя в этом видео лучше сказать Гамарджоба. И перед тем, как мы отправимся в путешествие по Грузии, состоится небольшая рекламная пауза. Так или иначе, нас всех тут собрала любовь к путешествиям. Исходя из этого, лучший подарок это как раз путешествие. И сегодня я хочу вам порекомендовать отличную идею для подарка. Это подарочный сертификат от Кува. В этой коробочке собрано более 100 лучших отелей по всей России. И тот человек, которому вы его подарите, этот сертификат, который находится внутри коробочки, этот человек сам сможет выбрать, когда, куда и с кем ему поехать. И выбор отелей действительно большой. И с панорамными видами, и домики с печкой, и глэмпинги. Даже есть домик в скандинавском стиле. Ваши близкие точно найдут для себя что-то интересное и отправятся отдыхать в удобное для них время. И сертификат действует целых два года. Согласитесь, за два года точно можно найти удобное время для поездки. И сертификат этот можно выбрать как на большую семью, так и на двоих. Подарить сертификат можно или в электронном виде, или в такой красивой подарочной упаковке. И все эти прекрасные упаковки, кстати, ручной работы. На сайте просто огромный выбор различных видов дизайна упаковки. И я думаю, что любой человек сможет найти себе что-то по вкусу. Так что если вы решили порадовать кого-то из близких, то сертификат от Кува это отличный подарок, который попадет прямо в сердечко любому путешественнику. Под видео оставляю ссылку и промокод на скидку 1000 рублей. Активируется сертификат очень просто. Всего несколько минут, и вы можете выбрать себе отель практически в любом уголке нашей страны. Все, заканчиваем рекламную паузу и переносимся в путешествие. Еще раз резюмируем. Сертификат Кува это отличный подарок для тех, кто очень любит путешествовать. Или для тех, кто не путешествует и просто пока не знает, что он очень любит путешествовать. Ну и еще раз напоминаю, что сейчас на экране, а также в описании, будет ссылочка и промокод на скидку. Пожалуйста, дарите подарки с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Короткая вставочка. Мы в Домодедово. Выдвигаемся. Куда мы выдвигаемся? Во Владикавказ мы выдвигаемся. Подробности остальные дальше. Багаж сдан, все успешно. Осталось всего лишь, чтобы он, во-первых, долетел, во-вторых, чтобы долетел в целом. Кто сейчас будет жевать? Выцепим на ветру Насколько мы раздеты Молоды и бессмертны Чем дрожим на ветру Дальше бежать Изо всей дурной силы Всегда самый волнительный момент в велосипедных путешествиях, как вот это вот все там доехало. Сейчас будем вскрывать, оценивать. Момент истины. Ать. Ать. Так, но он здесь. Нет, спасибо. Выглядит, на первый взгляд, хорошо. И так, с этим живописным видом на аэропорт Владикавказ. На гошана, на заборе и мой велосипед. Я наконец-то могу быстренько сказать вступительное слово, рассказать, что вообще происходит. Мы помчимся во Владикавказ, потому что день уже подходит к концу световое время, 6 часов вечера, а нам еще кучу всего надо сделать. Итак, мы во Владикавказе. И как вы понимаете, наконец-то начинается большое путешествие на велосипедах. Ни на машине, ни пешком. А мы с велосипедами мчим куда-то. План на день сегодня какой? Нам нужно добить всякие бытовые вопросы, типа купить газ, купить дезодоранты, еду и так далее. То есть сегодня мы решаем всякие бытовые вопросы и стараемся остановиться на ночлег, наверное, все-таки во Владикавказе, потому что решать все эти дела и мчаться куда-то уже с палаткой, скорее всего, ну, просто время нам не позволит. А завтра у нас, наверное, самое, на начальном этапе точно самая важная часть путешествия. Завтра мы будем пытаться пройти границу с Грузией, потому что основное, точнее основной план путешествия, это путешествие по Грузии. Получится он у нас или нет, узнаем завтра, потому что ходят разные слухи на тему того, что не все с велосипедами сейчас почему-то могут пройти границу. Получится, повторюсь еще раз, у нас или нет, мы уже узнаем завтра. Мы дико устали за день, перелет, все дела, я думаю, кто летал с велосипедами, понимает, насколько это суматошное и занятие с большим количеством вопросов. Долетело, не долетело, как упаковалось, как примут, как сдадут, короче, нервяк и куча возни. Но вроде как все, все упаковано, все получилось, мчимся во Владикавказ, начинать жизнь в путешествии. Вообще, конечно, дорога волшебная. Закат, горы в дымке не показываются нам во всей красе, но позволяют оценить их масштаб, который нам предстоит завтра уже штурмовать. И каждый раз, когда возвращаюсь в горы, ну, я прям возвращаюсь домой. Настолько это особенный, волнительный, трепетный момент для меня. Просто мурашки бегут по телу. Ребята, горы зовут. И мы снова пришли. И, наконец-то, пришли так, как и должны прийти на велосипедах. Спорт-мастер оставляем за спиной. Резьбового газа не оказалось, только под заказ. До девяти работает сплав, мчим туда, надеемся, что там окажется. Хотим сегодня решить вопрос с газом, и на завтра останутся только продукты. А это уже можно сделать где угодно. Главное купить газ. Цыпленок с овощами по-мексикански. Гречи с сосиской. И котлета с гречей. И теперь у нас есть газ, мы можем это все погреть и поесть. Идеально. Сейчас меня обвинят в рекламе. Но это не Корнидов. Это Корнидов. А, ой, извините, пожалуйста. К счастью, нам попался сплав. Сплав попался правильный, хороший. Поэтому газом мы разжились. Единственное, мы хотели купить 500-ку и 250-ку, чтобы наверняка с запасом. Но забрали последние 4 250-ки, поэтому где-нибудь в Грузии, уже, скорее всего, в Тбилиси, судя по гуглу, нет, мой пакет. Судя по гуглу, есть там магазины, поэтому мы, скорее всего, добьем недостающий баллончик, где-то уже позже. Закупили чуть-чуть еды. Это к вопросу о рекламе, которую очень любишь. Вот в последнем походном видео интеграция была с Корнидовым, и мы их покупаем просто так, потому что, ну, потому что кайф. Вот, промокод, на всякий случай, на экране оставлять не буду, ну, чтобы совсем палевно это не казалось. Вот. Но в описании он есть. Если он все еще работает на тот момент, когда мы видос, собственно, снимаем, точнее, когда мы его монтируем и выпускаем. Вот. Короче, купили чуть еды, купили газ. И как бы вопрос закрыт, осталось докупить буквально чуть-чуть всяких бытовых вещей, типа салфеток и дезодоранта. Осталось... Что нам осталось? Осталось переночевать сегодня в хостеле, и завтра устра начинается день первый, потому что сегодня был день ноль. Все, заканчиваем. Я уже уставший, язык заплетается. Денек был тяжелым. Пакуемся и двигаем лыжи в сторону хостела. Не, не нравится. Ну так. В целом, там велосипеды вот где-то между кроватью подклютим. Души седкает. И не порть свои тузы. Садись, пожалуйста. Садись, пожалуйста. Садись, пожалуйста. Все, короче. Мы уставшие. Ватруб. День ноль подошел к концу. Увидимся завтра. Доброе утро. Рады приветствовать всех в начале первого дня. Мы все, покидаем наш замечательный отель. Гоша идет сдавать ключ, и мы наконец-то выдвигаемся. Начинается утро первого дня путешествия. Сейчас по плану докупить последние всякие разные штуки, которые вчера не успели дособрать вечером. Завтракаем и мчимся в сторону границы. Интересное наблюдение с первых километров дороги. Еще вчера это заметили, сегодня это пока. Подтверждается, местные очень дружелюбны в плане поведения на дороге. Если у нас, чтобы кто-то проехал прямо в притирочку, даже на трех-четырехполосной дороге, это милое дело, и постоянно встречается, то здесь даже на двухполоске, даже фуры, даже на однополосной дороге все стараются держать от тебя определенное расстояние, комфортно объехать, никто не сигналит. Супер. Первое впечатление о местных водителях крайне положительное. Очень жарко, мы разделись. 38 градусов показывает комп. И дорога не очень простая. Благо все бесконечно вежливые объезжают, сигналят заранее, предупреждают, что будут объезжать. Но одна полоса в одну сторону, одна в другую, никакой обочины. Все очень плотненько. Продолжаем двигаться в сторону границы. А вода уходит прям в промышленных масштабах. А если на такой жаре не пить, то вообще скончаешься. Всем чухчала, пацаны. Кто смотрит везут за едой, как и всегда, приятного аппетита. Спасаемся в тени, упиваемся водой, чуть-чуть остываем и продолжаем движение. В тени, в тени 35, по-божески. Подъезжаем к границе. Дальше снимать по понятным причинам не буду. Надеюсь, до связи с той стороны. Тем временем температура 40. И мы в Грузии! Все, границы пройдены. Россия нас отпустила. Грузия нас впустила. Начался чуть-чуть дождик. Но это даже получше. То есть под тучками в 27, под легким дождем, ехать гораздо приятнее, чем в 37. Поменяли чуть-чуть денег. Прямо сразу на въезде на границу. Но здесь такой курс не очень приятный. Если он сейчас где-то в районе 25 рублей за лари, по-моему, то здесь он получается около 33. То есть мы чисто по тысяче поменяли, чтобы у нас были хоть какие-то деньги на экстренный случай. А основную массу финансов у меняем уже где-то дальше. Ух! Тут сразу на въезде обхильчики. Все. Гоним. Гоним в сторону Добелеси. Сим-карта стоит 40 лари. Это примерно 1350 рублей. Там безлимитный интернет на 5 дней. Потом можно, оплатив по-моему счет на сим-лари, продлить его еще на 5 дней вроде как. Ну, что-то сим-карта за 1300. Так, просто. Помню. Поедем. Что за денек, а? Горы, как всегда, прекрасны своей изменчивостью. У тебя только что было плюс 30. 7 плюс 38. Ага, красиво. Сейчас у тебя город подзатянуло. Льет дождик. На улице 22 градуса. Ну, ты рад, потому что очень красиво. Потому что ты в невероятном месте. Потому что пока все планы удаются. И тем не менее, за сегодня мы на Враде уже нам помахал автобус. Целый автобус, понимаешь? Супер. Очень на самом деле. Дружелюбные все. И людям интересно. Подходят, спрашивают, общаются. Классно. Очень круто. Очень много позитива к тебе, как к велосипедисту. Я от этого отвык, на самом деле. Потому что у нас на тебя обращают внимание только в тот момент, когда ты кому-то мешаешь в электричке. Здесь очень много позитива и положительного внимания. И это приятно. Набрали за сегодня уже 750 набора за 40 километров. И впереди все только вверх, вверх и вверх. Ну, очень красиво. И очень радостно. Мы пока все равно смотрим прям сильно снизу. И все равно, и все равно. И все равно, и все равно. И все равно, и все равно. Фух. Как и всегда. Насколько в горах красиво, настолько же тяжело. Горы вообще не прощают. И все иллюзии развивают абсолютно сразу. Сегодня только в горку едем. Спусков не было вообще. На 47 проеханных километров набор уже перевалил за тысячу. И начинает ощущаться то, что высота общая над уровнем моря потихонечку приближается к двушке. Появляется отдышечка. Кислорода явно меньше. Пообедали. Хотя, скорее, это уже даже поужинали. Потому что время... Время 17.50. Но, скорее, все-таки это был еще обед. Еще часок едем. И, скорее всего, нужно уже будет искать место для палатки. Потому что в горах стемнеет. Моментом солнышко чуть-чуть уйдет. А завершено, и все. И темнота. Правда или смерть хватит, так смотри. Бросаете и грозы. Правда или жизнь ты мне покажи. Что греет другим кровь. Что нет конца играя. И ты с ним замирай. Покажи. Так, мы потихоньку заканчиваем ездовую часть первого дня. Проехали тут в сторону от дороги, набрали воды. Ищем место для стоянки. И над нами вот эта туча. Набираем воду, спокойненько болтаем. Как громыхнет. Мы смотрим на небо, а его, ну, его прям подзатягивает. Я не знаю, скала рядом. Не могу повернуться в ту сторону. Короче, подзатягивает. И сразу похолодало. Только что было плюс 20. Там 6. А уже 17. Короче, мчимся ставиться на случай, если начнется дождь, чтобы не ставиться под дождем. Итоги первого ездового дня экстренно мотивируют. Там громыхает, ползет громыхает, мотивации полный вагон. 75 километров проехали. Мы прямо сейчас на высоте 2000 метров. Набор сегодня... Набор сегодня в зависимости от компа. У меня 1400, у Гоши почти 1500. То есть около полторашки набора на день. Все, времени болтать больше нет. Экстренно ставимся. Надеюсь, до скорых встреч. Так, ну мы не прогадали то, что экстренно ставились, потому что сразу полило. Я думаю, слышно, что капает уже вовсю, громыхает еще больше вовсю. За окном вот такой видок. Переводимся уже в ночной режим, на самом деле. То есть переодеваемся в одежду для сна, потихонечку залезаем в спальники. Сейчас в тамборах приготовим поужинать. И, наверное, уже эти кадры, как мы готовим, ужинать вы посмотрите. И до встречи завтра утром. И разрезать нить И не поможет тут, не поможет никто И разомгнуть секунд, не снять себя от пол в души Стереть бы прошлого на лед О-о-о, по снегам января Оставить бы вчера И больше никогда не вспоминать